12 жизненных историй переселенцев из Крыма и Донбасса. В столице прошел спектакль в театрализованно-дискуссионной форме, посвященный как переселенцам, так и всем жителям материка. Подробнее в сюжете. А что там этот мой мальчик, который вчера заплакал? Виктория сегодня исполняла роль общественного деятеля Лизы Богудской. Именно она во время аннексии Крыма помогала военным на полуострове, не боялась высказывать свою позицию. Позже была вынуждена перебраться на материк. Она была уверена, что она может изменить эту ситуацию. И она готова была делать для этого все, чтобы именно изменить эту ситуацию и любовью изменить. Я учусь у нее быть смелой. На спектакле было представлено 12 жизненных историй переселенцев из Крыма и Донбасса. Роли исполняли студенты, а также сами переселенцы. И я с ребенком со своим разговариваю, и она там, о, папа, опять бомбят. Было очень легко понять этих людей. Я чувствую некоторую вот трудность этого всего. И когда говорю «домой», то я уже не знаю, что там, что такое «дом там» или «дом здесь». По словам драматургов, обрабатывать материал было нелегко. Из 48-часового материала «Историй переселенцев» собрали полуторачасовую версию. По сути, здесь вот в этом спектакле собраны личные боли наши, личные боли режиссеры, личные боли актеров. Поэтому это было очень... Это было легко. Это было долго, но легко. Спектакль прошел в театрализованно-дискуссионной форме. Длился полтора часа. Гульсум Халилова, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.